Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор сотен видео в интернете на канале YouTube про здоровье, правильное питание, лечение, в том числе и народными средствами. А также автор десятка упубликованных книг, брошюр, научных статей. Сегодня я решил написать новое видео. Медицинский прогноз погоды на завтра. 17 апреля. Это будет для многих очень сложный день. За исключением жителей северо-восточных регионов Украины. При неправильном отношении погода будет угрожать только их здоровью. Помните роман мастера Маргарита Булгакова? Аннушка уже разлила масло. Так вот в других областях Украины масло уже разлито. Природа стремится пошалить второй год подряд. Вчера почти во всех областях Украины были проливные дожди. Сегодня утром в большинстве регионов было достаточно прохладно. А завтра воздух днем прогреется до 24-26 градусов по Цельсию. И это очень опасно. Масло разлито сегодня. Вопрос не подскользнуться на нем завтра. Смотрите видео дальше. Вы узнаете, что это обозначает для вас. Что же это дает? Ну если сегодня, как прочим и вчера, как долил проливной дождь. Относительно хорошо тем, у кого есть хронические заболевания органов дыхания. Правда без элементов легочной недостаточности. Вам самое время не просто выйти на прогулку, а дольше находиться вне помещений. Потому как насыщенный водными парами, очищенный еще со вчерашнего дня и умеренно прохладный воздух, поможет в очищении легких и улучшит показатели органов дыхания. Правда за исключением тех, у кого есть сезонная аллергия. Потеплением пользуются не только люди, но и растения, которые дружно начали цвести. И в воздухе полно пыльцы, полно аллергенов. И если вы заблаговременно не провели очищение своего организма, нужно себя поберечь. Возможны любые аллергические реакции. Но после сезона аллергии все же не грех было бы. Хорошо было бы почистить свой организм, помочь своей иммунной системе, разгрузить свой организм, иммунную систему, разгрузить в борьбе с различными патогенами. Потому как ей с аллергенами бороться это здорово. Но есть еще бактерии, вирусы, грибки, есть онкоклетки. С ними тоже иммунной системе нужно справляться. А она у вас отвлекается на аллергены. И этого делать не стоит. Иммунной системе нужно помогать. Но ни в коем случае не иммуностимуляторами. Которые в этом случае могут оказать вам медвежью услугу. А вот как ситуация изменится завтра вы узнаете прямо сейчас. А вот завтра, когда наступит резкое потепление, очень сложно будет практически всем. Но особенно метеочувствительным и метеозависимым. И самый сложный день в данном случае первый. Или первые. Потому как одновременно с прогреванием воздуха будет происходить насыщение воздуха водяными парами. Солнце не греет воздух. Солнце нагревает воздух через окружающие вас предметы. А грунт пропитан водой. А стены зданий пропитаны водой. А стволы деревьев, не покрытые листьями, опять-таки пропитаны водой. И вместе с испаряемой водой нагревается воздух. В воздухе значительно больше влаги. Которая нарушает воздухообмен уже в легких. И с одной стороны станет несколько сложнее дышать всем. Но особенно тем, у кого есть явление легочной или легочно-сердечной недостаточности. Им я бы советовал завтра вести себя более скромно. И прогулки или какую-то активность вне дома проводить в ранние утренние часы. Пока воздух относительно прохладный. Или ближе к вечеру. Сложнее другой категории людей. Более молодым. Люди с проблемными, люди с заболеваниями, они себя обычно берегут. А вот если у вас организм относительно молодой. И он прекрасно был разогрет несколькими прохладными днями до этого. Обмен веществ идет активно. И он экономит тепло. Он держит его внутри. Чтобы сохранить активность обмена вашу. А завтра нужно будет вовремя сбрасывать избытки тепла. И вот здесь организм должен успеть перестроиться. Иначе вероятно перегревание. Обмен веществ у вас идет все еще активно. И снаружи достаточно тепло. Ваш организм самостоятельно легко не охлаждается. Если ваш организм плохо среагирует к перегреванию. Чрезмерные потери воды. И резкое увеличение вязкости крови. С перегрузкой сердца и сосудов. Причем у мужчин в большей степени будет страдать сердце. А у женщин сосуды. Просто разные реакции на похожие ситуации у мужчин и у женщин. Но об этом подробнее прямо сейчас. Конечно, плюс 24 это не Африка. Многие скажут, видали и круче температуру. Но! Одно дело. Относительно постоянная жара. При которой вы должны больше или меньше усилий тратить на охлаждение вашего организма. То есть совершать однотипные действия. Более или менее регулярно или интенсивно. И совершенно иное. Резкая смена холодной погоды на теплую. Особенно если перед этим были осадки. Потому как еще сегодня вам нужно думать как немножко согревать свой организм. И экономить тепло. А завтра вам нужно думать о совершенно ином. Как попытаться отдать избытки тепла из своего организма. Особенно если высокая влажность мешает этому процессу. И учитывать такую резкую перемену погоды. Очень важно особенно тем кто захочет завтра поработать физически. Например на приусадебном участке. Все таки выходной день. Или не в качестве зрителя посетить киевский полумарафон. Ускоренные потери воды. Если вы еще и не создали резервы накануне. Об этом будет дальше в этом видео. Как сегодня закончить день. Чтобы завтра не пострадать в случае чего. В этом случае быстрое увеличение вязкости крови. Из-за того что вы слишком быстро теряете те запасы воды. Которые в вашем организме случайно завелись. И о развитии усталости при меньшей нагрузке. Делаю на этом акцент. Если раньше усталость развивалась после одной интенсивности нагрузки. Завтра она будет возникать значительно раньше. По факту появления которой. Физ нагрузку лучше прекратить самостоятельно. Что бы не повторились результаты. Киевского полумарафона 2015 года. Когда были и смертные случаи. И молодые инвалиды появились. По статистическим данным. Украина имеет минус 16 тысяч населения за февраль. Примерно половину унесли сердечно-сосудистые заболевания. Значительная часть из которых. Неправильное отношение к стрессам. Один из которых предлагает переменчивая весенняя погода. Конечно. Если вы трудитесь не ради быстрого. Либо максимального результата. При появлении усталости в работе. Можно сделать небольшой перерыв. Во время которого дать шанс печени восстановить кровь. Сделать ее менее густой. И пополнить одновременно резервы воды в вашем организме. А вот чтобы перерывы не мешали вам работать. Нужна просторная одежда. Прикрывающая максимальную площадь вашей кожи. Иначе потери воды резко увеличиваются. Даже при небольшой интенсивности работы. Работать и загорать одновременно. Очень высокий риск для здоровья. Об этом будет подробнее в видео завтра. А вот если спортсмен таки убежал со старта. Его здоровье после этого и жизнь находятся в его собственных руках. Поэтому организаторам марафона я хотел бы посоветовать. Не обращая внимания на предоставленные справки. Провести скрининг уровня здоровья до старта. Первично нужно посмотреть в глаза. И если есть темные круги под глазами. Предложить спортсмену отложить старт до следующего сезона. Когда он будет более к этому готов. При этом я бы советовал еще и попробовать пожать руку. Если еще и кисть руки окажется холодной. Сердечно-сосуистая система уже работает с напряжением. И про какие 21 километр с хвостиком можно думать. Он может пробежать без риска для своего здоровья. Что такое холодная кисть? Кровь идет по артерии. Она густая. Она не может проникнуть в капилляры. И происходит так называемая централизация кровообращения. Кровь по шунтам возвращается обратно к сердцу. А кисть остается холодной. Потому как кровь не принесла сюда тепло. И как минимум тут нужно лечение вегетососуистой гистонии. И чем закончится участие в таком марафоне. Такого спортсмена на таком низком уровне здоровья. Не сложно предсказать. Встреча с кардиологом либо реаниматологом очень вероятна. Поэтому нужно правильно готовиться. к любым нагрузкам. А тем более к таким достаточно экстремальным. Как полумарафон. Ну а что нужно делать уже сегодня. Я расскажу вам прямо сейчас. Что же нужно делать уже сегодня. Чтобы завтрашний день прошел с пользой для вашего здоровья. И без риска для вашей жизни. Нужно вспомнить известную рекомендацию. И правильно ее применить. Не есть после 18 часов. Да в этой рекомендации многое абсолютизируется. Ни крошки ни капли. Но! Такое видео есть на моем канале. В нем есть рекомендации. Что есть правильно. Как есть правильно. С чем. Без чего. Я не буду здесь повторяться. Вы можете это видео просмотреть в полном объеме. Но! Одно скажу вам точно. Если у вас сегодня запланирован какой-то праздник. Какое-то торжество. И обильное застолье. Учитывая завтрашний день не самый простой день для всех. Я бы советовал все-таки перенести на завтра. В этом случае вы сможете отметить два события сразу. И правильно проведенный завтрашний день. Ну и то мероприятие. То торжество. В котором вы хотите поучаствовать. И несущественно вы завтра хотите день провести пассивно. Либо активно. Активно. На приусадебном участке. Или в киевском полумарафоне. Несущественно. В любом случае. Утром. Вам нужно съесть порцию постного борща. Либо полужидкой кашей. А не то что не повредят. Они с одной стороны дадут вам относительно легкую пищу. Они служат хорошим источником воды. И помогут вам запустить день. Не так активно по обмену веществ. Но. Зато безопасно. Для тех кто собирается физически поработать завтра. Такой завтрак поможет восполнить в печени ночные траты гликогена. Это просто необходимо. Одновременно восполнить траты и в мышцах. В мышцах также идет обмен веществ. И гликоген за ночь будет снижаться. Иначе во время любой физической нагрузки. Либо гипогликемическая кома. Либо переход энергетики на жиры. И ацетономический синдром вам гарантирован. Жителям же северо-восточных областей Украины. А это Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая области. В этом вопросе им повезло больше. Сплошная облачность все еще закрыла небо. Сложно уклониться от дождя и ветра. А это означает, что сегодня и завтра воздух после дождя станет не только чистым, но и полезным. Об этом уже было в начале этого видео. Если пропустили, перемотайте, пересмотрите заново. А вместе с тем, если у вас слабая носоглотка, горло либо почки. Не забудьте зонтик. Хорошую, не пропускающую в воздух одежду. И непромокаемую обувь. Иначе переохлаждение стоп. Переохлаждение ног. Переохлаждение поясницы. И после дождя у вас очень вероятно может обостриться любая инфекция. Вам придется бороться не только с болью в горле. С каким-то фарингитом, возможно ангиной. С обострением ринита, бронхита. А также могут пострадать мочеполовая система. Начиная с пиелонефрита или цистопиелита в почках. И заканчивая банальным циститом или простатитом. И вам придется не только бороться с этими инфекциями. Восстанавливать статус-кво в этих органах. Но и укреплять общий иммунитет. Чтобы следующая такая ветреная или влажная погода не нарушила ваш уровень здоровья. А если еще кто склонен к депрессии в любом регионе Украины. Советовал бы утро начинать с сока фреш. У природы нет плохой погоды. Всякая погода для вашего здоровья благодать. Погода была ужасной. Это для неосведомленных. Чтобы такие эпитеты в меньшей степени относились к вам. А вы правильно использовали переменчивую погоду для своего здоровья. Смотрите прогноз погоды на завтра уже сегодня. Хорошей вам погоды и разумного к нему отношения. Не забудьте отправить ссылочку тем, кто хочет завтра провести более активный день. Потому как при правильном отношении этот день закончится хорошо. До новых встреч на моем канале. Продолжение следует...